Состоялась прямая линия с губернатором Хабаровского края. С жителями региона и журналистами Михаил Дегтярев общался более двух часов. Свой вопрос удалось задать и моей коллеге Виктории Зыковой. В Тогу уже за несколько часов все готово к трансляции. В реальном времени прямую линию можно было увидеть на трех телеканалах города и края. За картинку, как всегда, отвечают специалисты Творческого производственного объединения «Панорама». Какая задача сегодня стоит? Красиво показать. А кого будем красиво показывать? Михаил Владимирович, как всегда. А остальных? А остальные, как получится. Все готовятся, переживают. Не только СМИ здесь, но и студенты, и представители Тогу. Какой вопрос хотели бы задать губернатору? Не знаю. Возможно, вопрос про транспортную систему в Хабаровске. Прямая линия губернатора Хабаровского края начнется с минуты на минуту в интеллектуальном центре Тогу. Приехали уже почти все представители СМИ, которые заявились на очное участие. Очень надеемся, что нам удастся задать свой вопрос. Вопрос нам задать удалось. Тема жилья – одна из ключевых на сегодняшний день в крае. Цель правительства края к 2025 году – миллион квадратных метров. Но есть опасность того, что они будут просто пустовать, потому что люди не всегда могут их себе позволить. Есть ли вариант того, что правительство либо муниципалитеты будут выкупать эти квартиры, чтобы предоставлять социальный найм, то есть как социальное жилье, и сохранять здесь специалистов? Конечно. Конечно. Однозначно. И тут вообще не может быть никаких сомнений. Мы заинтересованы в том, чтобы на рынке было много жилья, потому что государство – один из крупнейших инвесторов и покупателей. Мы для врачей… 10 лет такого не было в этом году. Я не помню цифру. Евгений Леонидович, напомните, сколько мы выдали квартир служебных врачам? Впервые за 10 лет в этом году. 75 квартир. Также Михаил Дегтярев ответил на вопросы наших коллег. Например, об ограничениях выплат на проезд пенсионерам. Я хочу еще поднять тему, которая очень меня волнует. Это принятое решение по ограничению выплат нашим людям в возрасте, которые были приостановлены до вакцинации. Я считаю, что нам нужно отменить это решение. В свете тем более решение, которое принято дополнительно. Это социальное выплату всем, кто старше 60-ти, кто поставил прививку. Губернатор отвечал и на СМС-сообщения от жителей региона, которые писали во время прямой линии. Низкий температурный режим в жилых помещениях, в Высокогорном. Люди замерзают. Роман Анатольевич Мирошин, разберитесь, что там. Там, я знаю, была авария, она была устранена, но, видите, видимо, не до конца. Пожалуйста, проедите КЧС. Прокомментировал губернатор и ситуацию со строительством груза пассажирского пункта пропуска на Большом Уссурийском острове. Напомним, разговоры о его строительстве ведутся уже много лет. Не устаю повторять, что мы решили все-таки поставить лошадь впереди телеги. То есть, вот последние сколько, лет 5-7 обсуждалось, что делать с Большим Уссурийским. Какие-то концепты строились, что, какие там компании будут, какие там будут объекты. И потом обсуждалось, открывать ли калитку. Мы по-другому действуем. И об этом с президентом был разговор, я уверен, не будет еще. И в правительстве в том числе. Мы сначала должны открыть калитку. А потом уже размышлять о том, когда пойдут грузы, когда пойдут люди в обоих направлениях, что там делать дальше вокруг. Помимо социально-экономических, на прямой линии звучали и общечеловеческие вопросы. Например, губернатора спросили, какой подарок он бы хотел получить на Новый год. Чтобы все наши дети Хабаровского края, а шире Дальнего Востока, а еще шире России, были живы и здоровы. Полную запись прямой линии с губернатором Хабаровского края вы можете посмотреть на нашем YouTube-канале. Виктория Зыкова, Никита Пушкарев. Смотри Хабаровск.